Допустим, вам не нравится компания ABCD, и вы убеждены, что ее акции упадут в цене. В этой ситуации возможна короткая продажа акций, которая, в общем, является ставкой на то, что акции упадут в цене. И иногда называется продажей без покрытия. Мы берем на время акции у собственника, а затем сразу продаем их, не являясь владельцами. Мы продаем акции, которые позаимствовали у других, и продаем их по текущей цене. Например, в данной ситуации можно продать акции по текущей цене 50 долларов и надеяться, что цена акции снизится. Рассмотрим ситуацию, когда цена акции снижается. При проведении короткой продажи, вот здесь, мы заимствуем акции и продаем их по 50 долларов. Если акции действительно упали в цене, скажем, цена снизилась до 20 долларов, и вы считаете, что ниже она не упадет, то можно выкупить акции обратно по 20 долларов, как в данном примере. А затем вернуть их собственнику. Мы взяли акции на время. Теперь мы можем вернуть их собственнику. Итак, можно вернуть акции обратно. Мы закрыли позицию по ним. Что это нам дает? Можно осуществлять покупку и продажу в обратном порядке. Обычно, прежде чем что-нибудь продать, необходимо что-нибудь купить. Здесь же можно продать акции, а купить их позднее, по более низкой цене. В этой ситуации конечная цена 20 долларов, а продали мы их по 50 долларов. Итак, у нас было 50 долларов, и мы использовали 20 из них на обратный выкуп. В этой ситуации по результатам короткой продажи мы заработали 30 долларов. Запишем это в столбец вот здесь. Это короткий опцион. Мы продали акции по 50 долларов. Мы позаимствовали их и продали по 50 долларов. Если цена снизилась до 20 долларов, выкупаем их обратно по 20 долларов. У нас было 50 долларов выручки, и мы использовали 20 из них на обратный выкуп. Получили прибыль 30 долларов. Но это при положительном сценарии. Что произойдет, если ставка оказалась неверной? Что произойдет, если цена акции выросла до 80 долларов? Здесь вы начинаете паниковать. О, Господи, мне придется выкупать акции по 80 долларов. Что, если цена будет и дальше расти? Я могу потерять огромную сумму. Итак, здесь вы паникуете и закрываете позицию, собираясь выкупить акции по 80 долларов и вернуть их обратно. В ситуации, когда акции идут вверх, вы действительно можете потерять огромную сумму. Вы продали акции по 50 долларов, то есть вы получили только 50 долларов от данной сделки. Теперь же нужно выкупить акции за 80 долларов. Если вы продали их за 50 долларов, а купили за 80, то потери составят 30 долларов. Вы должны 30 долларов, это сумма в минусе. Короткие продажи — это самые рискованные операции, так как цена акции может стать невероятно высокой. Что произойдет, если цена акции увеличится до 800 или 8000 долларов? Вы продали акции по 50 долларов, и вам придется в определенный момент в будущем, так как вы должны вернуть акции обратно, выплатить 500, 800 или 8000 долларов. Неизвестно, сколько вы можете потерять. Это действительно самая рискованная операция, однако отличный способ сделать ставку на снижение цены акции и получить прибыль от ее снижения.